Сможем мы понять серьез, когда развеется ненастье, Светло в России отберез, от нашей веры свет и счастье. Светло в России отберез. Именно с такой песней ансамбль «Бажовские самоцветы» приняли участие в фестивале «День России в Эликанте», который ежегодно проводится в Испании. Коллектив стал лауреатом первой степени и получил приз суперфинала. В конкурсном представлении участники должны были отразить культуру нашей страны. Мы приняли участие в казачьем фестивале «Казачий струк», и организаторы этого фестиваля нас пригласили принять участие в испанском фестивале, который проходил в городе Эликанте. Впервые в этом году в связи с такой обстановкой он проводился дистанционно. А вообще он проходит уже 13-й раз. И мы отправили свои достойные произведения и ждали результатов порядка двух недель. Но когда мы узнали, что нас наградили лауреатом первой степени, мы стали готовить загранпаспорта, чтобы уже непосредственно поехать на следующий год в Испанию. Народный коллектив Дома культуры уже более 30 лет радует своими песнями земляков. Бажовские самоцветы выступают не только для копейчан. Они принимают участие во многих всероссийских конкурсах и фестивалях, занимают почетные места. Коллектив «Бажовские самоцветы» создан на базе Дворца культуры Непала Петровича Бажова в 1987 году. Правда, тогда у него было другое название. Организатором этого коллектива был очень известный на посёлке Бажово концертмейстер Геннадий Гаврилович Никифоров. Сейчас последние пять лет возглавляет этот коллектив хормейстер Елена Викторовна Башлакова. С её приходом в ансамбле произошли глобальные изменения. Поменялось название и репертуар. Самоцветы исполняют как аутентичные песни, так и авторские произведения. В составе коллектива тоже произошли перемены. Пришли молодые таланты. Сейчас Елена дополнительно проводит с ними занятия, учит их правильно распеваться и держать свою партию. У болот чёрная дыглухарка всенощной зовёт. Ансамбль не привык сидеть на месте. Получив победу на международном фестивале, уже вовсю готовится концерту ко Дню Народного Единства, а также принимает участие во всероссийском онлайн-конкурсе «Русская песня». Субтитры создавал DimaTorzok